Продолжение следует... Потому как прямо сейчас вы видите 10 самых невообразимых, самых отборно-психоделических, абсолютно отмороженных пиратских обложек картриджей на Дэнди. Да, но на самом деле их будет даже больше, потому как просто невозможно уместить в один десяток всю эту неперевариваемую мозговую мощь китайских дизайнеров, которую они выплеснули на нас самобежалостным образом в 90-х годах посредством приставки Дэнди. Поэтому в моём сегодняшнем пиратском хит-параде, вернее хорень-параде, будет ровно 10 позиций, но на некоторых из них будут не только конкретные картриджи, но и целые игровые серии, до которых, что называется, дорвались. Итак, феномания Хроник и Дэнди представляют хит-парад самых изысканно долбанутых пиратских картриджей. Дэнди представляют хит-параде, но и целые игровые пиратские картриджи. Дэнди представляют хит-параде, но и целые игровые пиратские картриджи. Итак, поехали. Как и положено, мы начинаем с 10-го места, где у нас располагается картридж, выпущенный фирмой Стивля. С игрой, сделанная по мотивам не очень известного японского мультфильма про мальчика по имени Немо. Но если название игры на картриджи совпадает с ним ровно на 50%, то сама обложка совпадает на все... ноль. Как мы видим, название игры значится как Dream Master, что наполовину верно, так как в оригинале игра называется Little Nemo the Dream Master. И первый, кого мы здесь узнаем, это Элайджа Вуд, тот самый конкурент Макалея Канкрина в американском кино 90-х, каковым его назвал Сергей Супонин в показе этого же самого картриджа. На этой обложке он держит в руках какое-то непонятное электронное устройство, которое нехило так замыкает, и располагается на фоне гор, грибов и персонажей из мультиков Warner Bros. и Хана Барбера. То есть нам намекают, что вот этот вот пацанчик, который бегает по заповедному миру своих снов и кормит всех конфетами, это никто иной, как Элайджа Вуд. И вот из-за этого Супина сына я все время думал, что эта игра сделана по мотивам какого-то фильма с его участием. Но на самом деле Вуд ни каким боком и близко не имеет отношения к малышу Немо и никакого фильма Дриммастер, с ним их поминить не существует. Зато существует мультфильм, маленький Немо, приключения в стране снов, вышедший на экраны еще за год до игры. И кстати, это было первое полнометражное аниме, которое вышло в Америке, и первое же, которое провалилось в прокате. Но вернемся к картриджу. Итак, Элайджа Вуд не имеет отношения к Немо, ну и хрен с ним. Но, к несчастью, он не единственный, кто засветился на его обложке. И помимо него здесь есть еще Тасманский дьявол в шапочке Санта-Клауса, Кот Сильвестр из мультика Сильвестр и Твити, и персонажи из анимационной полнометражки Однажды в лесу. Да. Интересно, так что же их всех здесь объединяет? Давайте сами вспомним, чем занимался Немо на протяжении всей игры. Он собирал ключи, кормил всякой зверюшек конфетами, и потом либо залазил в них, либо использовал для передвижения. Так, какие в игре были зверюшки? Была лягушка, был крот, ящерица, пчелка, горилла, мышка, рыбка, ну и так далее. Значит, тут указывает животных свое предназначение. И получается, что это горилла, это мышка, это крот, это ящерица, а это... В общем, постоянно я пытаюсь находить смысл там, где его никогда и не было. И подводя итог этой обложки картриджа Дури Мастера, мы можем сказать, что из всего, что мы видим на этой картинке, самой гриту соответствует только одна единственная деталь. Вот эти грибы. Следующий, на очереди, девятое место нашего хит-парада, и вот за собой оставил герой, не нуждающийся в представлении. Ведь это наизвестнейший герой 90-х, который пришел из будущего, чтобы спасти прошлое. Культовый, несокрушимый и постоянно к нам возвращающийся, да, Терминатор. Вы думали, мы сможем сегодня без него обойтись? Ни в коем случае. Поскольку к сегодняшнему столу он прихватил с собой сразу несколько картриджей. И первый из них, который мы рассмотрим, датирован 1996 годом. И вы не поверите, он тоже из будущего. Потому что на нем, помимо первой и второй частей про этого монументального анфиборга, есть еще две, которые были сделаны по мотивам еще не снятых на тот момент фильмов. Терминатор 3 и Терминатор 4. Вы знаете, чего стоило получить такой просто фантастический картридж для обычного Дэнниса в 1996 году? Особенно если он, как и я, понател от Терминатора до зеленых соплей. Я вам скажу, чего. Гарантированно сломанного мозга, вдобавок прибитого, упавший на него поехавший крыша тех, кто этот картридж выпустил. Смотрите сами. Возьмем для начала первую игру Терминатор 1. Если вы ожидаете увидеть под этим названием игру от Минске 1991 года, значит вы еще недостаточно разуверились в пиратской логике. А зря. Потому что под названием Терминатор здесь значится игра последним финным герой. А это Т-800 Special Edition Made in China. Но несмотря на явную несуразность, я должен отметить, что на Терминатора он тут похож все-таки больше, чем на персонажа фильма Джека Слейтера. Потому как я до сих пор не понимаю, какой придурок додумался надеть ему здесь темные очки, при том, что в самом фильме Last Tension Hero Шварценеггер в них ни разу не показывался. На обложке картриджа Кридоре Т1 мы видим хорошо знакомое нам изображение киборга модели 1.0.1. Но еще и... Это я уже это видел. А, ну да. Под номером 2 на сборнике идет, слава богу, действительно игра Терминатор 2, без каких-либо серьезных изменений. Но на обложках в ней можно заметить очередной пиратский прикол. Крохотная эмблема Game Boy Game Pack, которая открыто говорит о том, что постер для этой игры был сперт с обложки Терминатора 2, выходившего на Геймбое. Под названием Терминатор 3 на картридже записана игра Терминатор 1, с татутым титульником, где слово D было переписано под римскую цифру 3. А под номером 4 здесь... Итак, в четвертой части игры Терминатор на Денди, мы наконец узнаем страшную правду. Терминатор прилетел на Землю из космоса. Но это все были только цветочки, потому что гвоздь программы, поставившей Терминатор на 9 место нашего антитпарада, это, несомненно, вторая часть игры Т2, а именно картриджи, на которых эта игра продавалась у нас. Экземпляр номер 1. Это один из ранних образцов. Как видите, тут роль Терминатора китайцы примерили на какого-то другого мужика, чем-то напоминающего Пересоброслана. А левая сторона его лица, конечно, поражает детализованностью. Особенно мне нравится человеческий глаз, человеческий нос, ну и губы тоже достаточно человеческие. Такой весь человечный Терминатор прямиком из 60-х. Экспонат номер 2. Более поздний образец. И в отличие от предыдущего, уже радует, что на обложке изображен никто иной, как он Шварценеггер, и даже самого оригинального постера Терминатора 2. Правда, не совсем понятно, зачем здесь еще две его фотографии, из фильма «Правдивая ложь», но название Терминатор 2 говорит само за себя. Они в очередной раз были в неадеквате. И, наконец, экспонат номер 3. Еще более поздняя версия, но, уверяю вас, самая адекватная и просто потрясная. Ну, что я вам говорил? Великолепный кадрич. Ведь это гениальная идея. Называть Терминатора 2 Робокоп 2. Или Робокоп 2 Терминатором 2. Или, короче, какая разница, кого как называть. Главное, что игра от Electronic Arts. На самом деле, на этом кадрже действительно записана игра Робокоп 2. И раз уж мы упомянули старину робо, то я просто не могу. Вот не могу не показать вам вот этот вот картридж про него в качестве такого небольшого отступления. Вы, конечно, помните историю о несчастной игре Робокоп 3, которую пираты окрестили четвертой частью только из-за того, что до этого дали такое название игре «Токус и Рейсл Брейн», которая не имела никакого отношения ни к Алексу Мёрфи, ни к Робокопу. Так вот, когда мне совсем недавно попал в руки вот этот вот картридж, друзья мои, я был просто преисполнен гордостью за пиратов, выпустивших его. И в то же время левая половина моего мозга отчаянно боролась с правой, пытаясь совместить в уме два факта, замеченных мною на обложке этого картриджа. Удалось мне это или нет, я до сих пор не знаю, но у меня в руках картридж с игрой Робокоп 3, на обложке которого крупным оригинальным шрифтом написано Робокоп 4, а в самом низу китайская приписка «Настоящий Робокоп 3». Продолжаем наш долбанутый трэш-парад. На восьмом месте у нас вновь расположилась фильма «Сниплер», но на этот раз с игрой про тёмного рыцаря по имени Бэтмен. Да, в середине девяностых «Сниплер» выпускал на своих картриджах все игры, которые выходили на Денди под именем Бэтмена. Это и «Бэтмен. Возвращение Джокера», и «Бэтмен. Возвращается», и даже «Бэтмен и Флэш», являющийся хаком игры «Monster in my pocket». Но на восьмое место нашего хит-парада взобралась именно самая первая часть ингера «Бэтмена», выпущенная в 89-м году компанией «Сансофт». И я уверен, что если бы они, разработчики, своими глазами увидели, под какой эти фетка их игру выпустила в России фирма «Сниплер», они бы обосрались. Судя по картинке, вот, вот это вот, вот, вот это «Бэтмен». Вот этот вот ужас, летящий на крыльях шара с головой дракула-подобного вампира, плавающий в зеленой слизи. Вот это и есть «Бэтмен». Или, по крайней мере, это его эмблема. Таинственная повозка с четырьмя лошадьми, окруженная стаей летучих мышей, конечно, очень много говорит нам об игре. Как им это пришло в голову? Откуда? Кто вообще эту ере смог нарисовать? Причем здесь «Бэтмен»? Нет ответа на эти вопросы. Внутри гады же записана нормальная игра, совершенно не хакнутая, не прям не испорченная. Что мешало им просто нарисовать на обложке большую летучую мышь и написать «Бэтмен». Зачем было лепить это? На обложке ко второй части, например, они догадались так сделать. Вот, посмотрите. Да, пускай это выглядит глупо и не к месту, но по сравнению с этой рожей-повозкой, это вершина благоразумия. Но вы же не думаете, что все ограничилось этим, да? Конечно же нет. Это же «Бэтмен». Их же на Дэнде семь частей было. Но одной не хватало. Знаете, какой? Вот этой. Это «Бэтмен». Четыре. Ретрунс. Нет, «Бэтмен» четыре. Нет, «Бэтмен» четыре ретрунс. Нет, «Бэтмен» ретрунс четыре. «Бэтмен» возвращается четыре раза, б***ь. О, господи. По-моему, там по цифре четыре еще виднеется цифра двенадцать. Вот что здесь за игра? Есть только один способ узнать. «Бэтмен». Это «Бэтмен». «Бэтмен». О. Это л daher. Бэтмен». «Бэтмен». Бэтмен». Трик. И всё! Ну, так тоже можно. Ну, а на седьмом месте у нас ещё одна игровая серия, которая от Северкумы полностью никогда не выходила на Денди официально, но, тем не менее, разрослась чуть ли не до масштаба вездесущего Марио. То, чем были обделены игроки восьмибитных приставок, и то, из-за чего они так страстно завидовали обладателям 16-битной серии Мега-Драйв в первую очередь. Да, вы знаете, о чём я говорю. Я говорю о самом восхитительно устрашающем кровавом мясорубилове за всю историю оскорных консолей под незабываемым названием МО... 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 С одной стороны, наши китайские друзья нас не обделили и зафигачили на Денди целых шесть разных портов Мортала с 16-битных систем, в некоторых из которых можно было играть и даже с удовольствием. Но вот то, как они это всё выпускали и под каким видом продавали на своих не менее жёлтых, чем они сами, картриджах, это, ребята, был просто полный пи***. Во-первых, потому что кто-то полагал, что в серии игр Мортал Комбат мало персонажей и на Денди нужно добавить новых. И были выбраны следующие кандидатуры. Брюс Ли, Росомаха из Абрезум, бойцы из Стритфайтера, бойцы из Виртуа Файтера, Хео из Зелёного Шершня, Тошибана из Самурай Спиритс и даже сам Жан-Клод Ван Дамм. Увидеть в те времена на витрине подобные картриджи, да ещё и под эмблемой смертельной битвы, это было всё равно, что увидеть Сильвестро Сталлоне на постере Терминатора 2. И какое же чувство неописуемого восторга мы испытывали, принеся один из них домой, включив его в приставку. Я сознал, что там мало того, что нет никакого Ван Дамма, там даже никакого Мортал Комбата нет. И в этом кроется вторая причина, ибо примерно половина всех дэндиских картриджей, которые носили на обложке символик УМК, содержали в себе совершенно левые и абсолютно убогие китайские файтинги, не имеющие и малой доли отношения к этой серии. Для примера, у меня есть 8 картриджей, гордо носящих эмблему дракона, и только на трёх из них записаны действительно порты Мортал Комбата, хоть сколько-нибудь отличающихся друг от друга. А на остальных пяти повторы и всякая стритфайтеровская черня, типа этой. Если вы всё ещё хотите знать, почему китайцы самые настоящие пидорасы, то я вам скажу. Потому что даже на тех картриджах, которые действительно с играми по Мортал Комбату, названия на этих детках всё равно ни хера не соответствуют портам. Вы запускаете картридж в Мортал Комбат 3, перед вами порт Мортал Комбат 4. Вы запускаете Мортал Комбат 4, перед вами Мортал Комбат 2. Вы запускаете Мортал Комбат 5, перед вами Мортал Комбат 3, вы запускаете Мортал Комбат 6, а он, сука, вообще не работает! В итоге на всех этих сраных картриджах нет ни единого соответствия обложки с игрой, как в картинке, так и в названии. Мортал, мать его, Комбат. Седьмое место нашего хуй парада. Мы подошли к черте. К черте, отделяющей зло от добра, а плохие игры от хороших. И если мы переступим ее сейчас, то наши потомки нам этого никогда не простят. Но у нас нет выбора. Потому что это шестая позиция хит-парада самых отмороженных картриджей, и на ней расположилось нечто действительно устрашающее. По мнению кое-кого на Западе, это одна из самых плохих игр в истории. По мнению кое-кого на Востоке, это один из самых дебильных картриджей на Дэнди. И причина тому, совершенно безграмотное зло, озаглавившее его. Речь идет об игре Кастервания 2 Саймонс Квест. Но если быть более точным, об игре Кастервахия 2. Угу. А теперь еще представьте, что вы в детстве, вспоминая название первой Кастервании, распознали на этой букву H, как букву N, которая тут и должна быть. И прочри название этой игры, как Кастлер Ваня 2. Что в переводе на русский звучит, как Обитатель замка Ваня 2. Какой Саймон? Это Ваня! Это наша русская игра про Ваню и истребителя вампиров. Картридж, вы помните, во что бы нам поиграть? О, давай Ваню, да, точно, давай. Ванюша рулит, да. Какой ты назвал так игру? Как он умудрился в одном слове сделать три ошибки? Кастлер Вася 2. С какого серого он разбил слово Кастервания на 2? Откуда он откопал тут букву R? На тера поменял букву N на H? И... И что это вообще на обложке изображён? С каких пор Ваня, пфу, Саймон, ходит в красном закатанном свитере? Что это за миссис Дракула? Что это за осьминог? Что это за... Мистерио, б***ь! Дей богу, Ну, только летающей тарелки не хватает. С обложкой то от Смарио. Но как бы то ни было, это Кастервания 2 на Дэнди. И при всём при этом, она ещё была нефигово редкой. Но несмотря на свою редкость, это, слава богу, была не единственная пиратская копия. Да, мы ждали, мы надеялись, что когда-нибудь эта игра выйдет на Дэнди с нормальной картинкой, с нормальным названием, чтобы не стыдно было положить её в коллекцию. Мы так надеялись, и мы дождались. Мы дождались, б***ь! Вот! Вот как должен выглядеть настоящий картинка с игрой Саммэнс Квест, он называется... Кастелмания. Кастелмания и больше ничего. Но ведь это же лучше! Это же лучше, чем какой-то чувак в красном свитере. Тут вон хоть действительно картинка из Кастельвании. Хоть мы, конечно, понятия не имели, откуда это, так как это из игры Кастельвания и Симфония Узенайт на PlayStation. Но ведь это же лучше! Это же лучше! Это лучше, чем какая-то там Кастельвахия. Тут вон хоть понятно написано действительно Кастелмания. Ну, ладно, подумаешь, там в одной букве две лишних палочки добавили. Ну, ведь это же лучше! До кого я обманываю? Это говно! Ну что же, пять позиций уже позади. Pepsi вроде еще есть. Так что давай, что там у нас дальше? Ага. Значит, речь пойдет о спасателях Чипе и Дейле. И, как видите, этими двумя картриджами дело тут не ограничилось, поскольку они представляют самые адекватные экземпляры из этой кучи. Пираты на них разве что слегка попутались с названиями. Первый они назвали почти правильно Чип и Дейлз, а другой с чего-то Гранд Кобот. Иными словами, великая битва двух бурундуков с механическими собакороботами. Но это лишь вершина этого разноцветного китайского айсберга, потому что вы не представляете, чем еще они разбавляли эту историю. Ой, блин. Давайте лучше я расскажу вам о том, что имена Чип и Дейл были придуманы на самом деле не случайно, а путем разбиения на слагаемое имени английского мастера мебельного искусства Томаса Чипен Дейла. И именно поэтому в названии вместо слова Н фигурируют сокращение Н, так как второй буквы Д... Ну ладно, конечно, какое дело до Чипен Дейла? Хорошо, вернемся к картриджам. Так, ну, говорить о картридже Чип и Дейл 3 от Стивблера я не буду, так как это уже известный эталон пиратской глупости. Но это тоже был не единственный картридж, носящий себе хак Хэгэберрела. Из другой его версии пираты поступили более гуманно. Они полностью скопировали обложку ко второй части и тупо нарисовали поверх двойки на логотипе цифру 3, как собственно и делали в многочисленных хаках игр на Дэнди. Хотя кое-кто мог придраться к цифре 5 в углу картинки. Она тоже не ограничивалась к сожалению Гранд Комбатом и подверглась пиратскому издевательству еще трижды. Первый раз, когда ее назвали Супер Чип и Дейл. Значит Чип Супер, а Дейл не Супер. И запихнули на обложку неуправляемого Сэма из Веселых Мелодий. Второй раз, когда вместо оригинального названия пираты заглавили игру как Супер Сквэрел Кинг с типичной мешаниной на обложке. Назвали они ее так, вероятно, потому что хотели убедить нас в том, что на этом картридже записан порт игры ЧПДЛ серии Мегадрайв, поскольку такое название носило их собственная попытка перенести на Севу игру про спасателей с Дэнди. И соответственно логифе, если бы конечно она тут была, здесь должен быть записан порт игры с Севи, который в свою очередь также является портом с Дэнди. Да, ну разумеется, здесь нет ничего подобного, и записана тут самая обыкновенная японская версия первой игры. Ну и наконец третий долбанутый облик был замечен мною на одной из многоигровок, на которой фитайцам было просто насрать на все, и на иллюстрацию к Чипу и Дэйлу они тупо запихнули вот эту вот белку и вот эту вот мышь. Мы не белки, мы бурундути. А вообще чему еще можно было ожидать от идиотов, поместивших на картинку к игре челюсти Майкла Джексона, а к Донки Конг 2 каких-то командос. Но это было не последнее их творение. Позже эта контора выпустила еще одну многоигровку уже с Android Чипа Дэйл 2 и судя по ней они уже безвозвратно съехали с катушек. Полюбуйтесь. Белка, Тейлс и Гуфи явно прифигевшие от того, каким хреном он тут очутился. Если при виде этой компании вы все еще сохранили возможность мысли талантической, то взгляните заодно на еще один обращающий картриджер со вторым Чипом и Дэйлом. А точнее с хаком этой игры под названием Супер Марио и Соник 2. О нем, кстати, я уже когда-то рассказывал, но вот обложку его увидел только сейчас. Да, принимая во внимание специфичности игры на картридже можно понять, что-то делает Марио, что-то делают Соник с Тейлсом тоже и что-то делает сам Чип. Но какого хрена у Марио из шапки растут зайчьи уши? Ну, нарисовали бы его еще в обрик и катали лягушки, я бы еще понял. Но зайчьи уши... Ладно, но где же Дейл, спросите вы? Почему его здесь нет? А потому, что он есть кое-где еще. Потому, что игр про него с Чипом на Денде было еще больше. И даже третья часть была не последней. Дамы и господа, прямо сейчас на ваших глазах Дейл возвращается в эксклюзивном восьмибитном кроссовере Чипа Дейл 4. И я не хочу даже думать о том, что здесь с Тиндрой делает кролик. И почему он так радуется, когда тянет его за хвост. На самом кадре уже ничего оригинальнее битого рома первой части игры нет, чего, конечно, и следовало ожидать. Так что, каким хреном Дейла на этой обложке занесло в гости к Ленипуху и его друзьям? И по сей день остается неразгаданной тайной многих поколений обкурившихся пиратов. Это было пятое место от мороженого фит-парада Дэнди, который за собой оставила серия Чип и Дейл. А мы идем дальше. Знаете, глядя на кадр и занесло четвертое место, я вдруг сейчас пронился состраданием к игровым пиратам. Да, правда, вы знаете, я вдруг понял, как тяжело все-таки им приходилось. Ну вот вы подумайте, и сами совершенно не интересовали видеоигры, но по роду своей работы им приходилось, понимаете, и заставляли в них играть, а потом еще обложку к ним рисовать, и чтобы еще соответствовало. Вот представляете, какого им было? Несчастные люди. Понимаете, всякий раз они заставляли себя включать картриджи, играть в игры, рисовать к ним обложки, а потом отправлять нам, чтобы мы сломали себе голову, глядя на всю эту х** они заставляли себя поиграть целых две минуты в Звездные войны, чтобы потом налепить на обложку этих долбанных динозавров. Динозавров, на спину одного из которых они посадили чувака из игры Челленджа, и они заставили себя написать над всем этим Империя наносит ответный удар. Да, Китай наносит нам очередной удар своим долб... в лице еще одного испуганного картриджа. Рассмотрим его. Прежде всего, что общего у игры, сделанной по сюжету Звездных войн с динозаврами? Ну разве что первый уровень, где Люк Скайлокер действует верхом на динозавре. И всё. Больше нигде ни в этой ни в какой другой игре на Денде вы не увидите никакие динозавров. Только здесь и только на первом уровне, который проходит за три минуты. Но этого хватило для того, чтобы на всех картриджах с этой игрой пираты неизменно клеили динозавров из парка юрского периода. Второе. Почему Челленджер? Ну почему? Причём он тут? Ну неужели он так сильно похож на Люка Скайуокера? По мне так он больше похож на Диану Джонсона нежели на Люка. И то на 80% только из-за своей шляпы. А ведь самого Люка пираты лепили куда он должен быть Татим и только Татим. И не дай господи чтобы он был Татим где-нибудь ещё. Империя наносит ответный удар. Четвёртое место. Да лишь бы больше. Там бумаги набил в нос и всё. Ну что же мы с вами наконец-то добрались за финишной прямой нашего невероятно отмороженного хит-парада и у нас осталось всего три картриджа которые и возглавляют всю эту прокуренную пиратскую хренотень. Да так сказать большая тройка и в то же время большая помойка. И третье место пьедестала имени Кашенко вновь занимает продукт компании Стивлер. Да в очередной раз мы видим с обратной стороны картриджа наклейку убеждающую нас в его непревзойдённом качестве а спереди наклейку убеждающую в непревзойдённом маразме. Но таких кроссоверов на тренде ещё поискать. Ой знаете это можно сравнить Вот вы видели например наш старый советский мультфильм приключения пингвинёнка Лоо Вот А видели ли вы американский полнометражный мультфильм Балту Так А теперь представьте что однажды некий компьютерный гений из Чингду Тайджинг Дадонг Компьютер Ко решил соединить два этих мультфильма в одной видеоигре которую после выпустил на картриджах под названием Гавкающая Лоло Да вот примерно нечто подобное я и держу сейчас в руках Только это было выпущено компанией Стивлер и на полном серьёзе рекламировалось телепередачи и продавалось в магазине Итак вот это чудо И в первую очередь мы видим здесь уже хорошо знакомого нам мышонка Фейвола И уже хотя бы можно порадоваться что тут он в своём истинном облинке за место мультира шоуспит назвавца Барундука А рядом с ним изображён кто бы вы думали Юный Джим Хоркинс Тот самый Джим из нашей мультипликационной экранизации острова Сокровищ Да разница между этими персонажами лет так 150 но пока не будем обращать на это внимание Так вот судя по картинке Сокровища Джим уже нашёл но всё ещё пребывает в шоке а Фейвол вероятно уже собрал свою долю чемодан и быстренько сваливает Знаете я повидал на картриджах всякое даже даже анимешного Горбачёва не другого Но я впервые увидел на картридже для Дэнди персонажей советского мультфильма Я знаю что игр на Дэнди по мотивам наших мультиков никогда не было и не могло быть поэтому я не представляю для какой игры может служить иллюстрации здесь Название же самой игры на обложке не видно но оно есть просто увидеть его можно только под определенным углом и несмотря на потертости прочесть его всегда приможно и сейчас Jumping Kid то есть прыгающий мальчик Так значит Fable Gym Дикый Запад и прыгающий мальчик Так ну вероятно это игра про мальчика который прыгает по Дикому Западу в поисках сокровищ лодит мальчик и лодит мальчик и Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, нам осталось рассмотреть два самых дебильных картриджа всех времён и народов, и в такой ответственный и тяжёлый момент меня постигла ужасная неприятность. Вот только этого не хватало! А ведь впереди нас ждёт серебряный призёр хитпарада, и вы не представляете, насколько он отморожен! Честно говоря, я тоже. Что у нас на втором месте? Да ну нахуй! Где ты это взял? Я тебя спрашиваю, где ты это откопал? Ты что хочешь, чтобы меня в агонию везли в жёлтый дом? Как об этом... Как об этом без пол-литра, блин, рассказывать? Крапси, что ли, хоть дай! Скотина! Не жалеешь на меня, ни зрителей! Ну ладно! Ладно! Для начала я могу перечислить вам, что я здесь вижу, окей? Итак... Статуя Свободы Кольца Сатурна Динозавры Долбаные Винамп Приливная волна Капитан Сорвиголова И замок Костельвания Название же игры гласит Сильвер Супер с припиской СС Нет, не пытайтесь уместить это всё в один сюжет, Ведь, как говорят, лучше один раз всё-таки спятить, Чем сто раз представлять, как это бывает Это... Это даже не просто за грани психоделинга Это уже извращение Чудовищное и бесчеловечное Я даже не говорю о динозаврах, статуях и прочем фоне Но за что? За что так, Кэпа? Блин, вид на картридже записан даже не у Капитан Сильвер, А серебряный серфер И если даже целью пиратов было олицетворить его на обложке Используя типаж Капитана Америки, То зачем ему на груди нарисовали эмблему Дэр Дэвила? Зачем на щите нарисовали молнию флэша? Зачем? Ему раскрасили пояс цветами радуги? Зачем надели очки, в конце концов? Разве хоть что-то из этого делать его похожим на серфера? А ведь мы играли в это Ведь мы, видя все это, все равно покупали картридж И мы даже вполне себе допускали, что увидим это в игре А если бы так и было? Но, к счастью, Бог миловал Хотя я играю без того дерьмола Но, несмотря на это, она все равно не заслуживает такого избрата И уж тем более, его не заслуживает Капитана Меренка Над которым тут поглумились просто до неприличия Не мало того, что разукрасили Трактопомарк посадили к динозаврам, которые подмышкой нюхают Джо Саймон бы в гробу перевернулся В общем, серебряный серфер на Денди удастся серебряной медали И по степени отмороженности получает 9 из 10 Осталось последнее И в то же время первое место Итак, после всего этого безумия После всего того дерьма и трэша, который мы сегодня видели После самых убогих, крайне нелогичных Насквозь прокуренных И абсолютно тупых Обложек Деннисской картриджей Мы добрались до первого места Сид-парада Деннис Ронинклс И сейчас вы увидите эталон пиратского издевательства дыроками За всю историю олдскула То, что не снилось даже самым наркоманским затротом То, на что даже стиплер побоялся клеить свою слоновую наклейку То, что я никак не могу найти Вот он самый отмороженный картридж за всю историю Денди И... Ты что, серьезно? Да, ну ты шутишь Вот это и есть тот самый Мега эпичный и самый отмороженный Кайдер за всю историю Денди? Ну я даже не знаю По-моему, Звездные Войны с Челленджером И то по отморожению были Ну ладно, собственно, вот Перед вами картридж, на обложке которого Под странным названием Атача Манюр Скул Изображен некий пацанчик в каком-то навороченном гидрокостюме С игрушечным пистолетом И весьма глупой охмылкой Вокруг него что-то плавают рыбы, черепахи Еще какие-то морские создания За муками тут что-то напоминает падающий в воду самолет, но вряд ли Вообще выглядит так, что он плавает в океане со всей этой жирностью И либо отстреливает из свет пистолета Либо строит из себя такого крутого гринписовца Название же игры мне говорит только о том, что он школьник Но это и так видно И по-твоему это более тупо, чем Капитан Винам? Ну я не знаю, может тут сама игра так мозги выносит Ну естественно, название тут нам ни о чем не скажет Так Так, ну мы играем за девчонку, одетую в типичную японскую школьную форму Которая совсем не типично для школьницы Летает над землей с бластером наперевес И отстреливает все, что ни попадя Такая сугубо японская стрелялка Которая лично мне очень сильно напоминает сервис в спейс-фере Ну и что там такого? Ты походу двинулся после серфера Или может я что-то не знаю? Оттача манюр скул Оттача манюр Что это значит? Нету такого слова Стоп Оттач Оттач А что если? Что если они как всегда натупили сапфографию и смешали несколько слов в одно? К тому же нет слов начинающихся на ата Но есть на ата Так что они еще и букву пропустили походу Скажем здесь не оттач А оттач Что значит прикреплять, придавать Придавать что-то школе Оттач Эмэн Юр Так, а есть слово Юр? Нету Может они опять букву пропустили? Может не Юр, а Кюр? Кюр Лекарство Придать мужское лекарство школе Да не, вряд ли Ну что-то здесь Ну что-то здесь Оттач 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 Ну конечно Манюр Это наверное цельное слово Оттач Э Манюр Скул Точно должно быть так Только что такое манюр Только что такое манюр? Так Мэ 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 Манюр есть! Это Навоз? Оттач Мэ Прикрепить То есть Эта игра Называется Типа Укрепившаяся В говне Школа? Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз попробуешь Еще раз попробуешь Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok